привет андрей спасибо большое за интро за знакомство мы готовы начать да пожалуйста поехали я сегодня вам расскажу про путь компании рыгруппа использованию киар там будет достаточно много фаз эту презентацию этот доклад мы готовим вместе со скромастером нашим виктория катана но по техническим причинам и и сегодня нет поэтому буду рассказывать я меня зовут артур я джайл коуч компании рыгру занимаюсь собственно гибкими подходами в компании и обладаю там несколькими ачивками это по канбану аккредитованный канбан тренер и канбан консультант ну и немножко по скраму по классическому проектному управлению если будет интересно познакомитесь давайте перейдем к докладу рыгру эта компания из более чем 500 человек у нас реализовано движение инициатив две стороны соответственно снизу сверху сонаправленный поток они в середине встречаются и дальше происходит коммуникация вовлечены все от топ-менеджеров до непосредственно офис менеджеров и всех-всех-всех в компании то есть нет человека который бы обошел океар нашей компании и все мы живем еще и на удаленке это очень круто и накладывает некоторую свою специфику того как мы это делаем мы достаточно сильно выросли с 2006 года когда это была компания из трех человек сейчас уже практически 600 прошли много разных путей и этапов про которые я вам сейчас расскажу мы за вот этот вот взрывной рост очень сильно стали рассинхронизироваться у нас стала непрозрачная работа команд команд в компании стало очень много я говорю про agile команды сервисы которые работают по канбану непонятно стало кто и как движется когда мы запускали у киар у нас было очень простое очень маленькое желание мы хотели синхронизировать движение например клиентских служб с командами разработки клиентские службы находятся во фронте и понимают всю боль пользователей и пытаются донести командам разработки команды же разработки немножко отмахивались и занимались своими очень важными же конечно делами мы хотели выровнять эту ситуацию чтобы все были как минимум в одном ключе но получили гораздо больше о чем я расскажу дальше как это у нас устроено вот та картинка которому мы пришли сейчас стратегическая цель у нас ставится на год ближайшая которая стоит 2020 ставится на полгода у нас существует общий реестр целей в которые внесены все цели компании всех подразделений абсолютно участвующих в деятельности они ставят свои цели на квартал у нас происходит несколько встреч перед постановкой океар обычно это начинается где-то за месяц встречаются сначала представители команд а еще раньше представители топ менеджмента выбирают некоторую стратегическую цель команды выбирают свои цели которые сонаправлены движения к стратегическим дальше происходит выбор конкретных значений и еще одна встреча когда представители команд в рамках одной цепочки создания ценностей встречаются между собой и договариваются кто какие конкретно значения зафиналит как будет выстроена взаимосвязь подразделений и тут некоторые бывают диалоги когда у кого-то что-то отваливается у кого-то какие-то значения наоборот появляются после этого происходит внесение значений в реестр и в определенное время например во втором квартале это 1 апреля происходит фиксация поставленных целей следующий раз их можно будет поправить либо через месяц либо через квартал чекина у нас происходит один раз в месяц обычно это где-то конец первой недели следующего месяца если мы сейчас говорим про апрель то будет там в начале мая у нас чекин где абсолютно все команды абсолютно все подразделения расскажут про прогресс своих целей как расскажу дальше вносим прогресс смотрим на прогресс и начинаем с вайо ревью если это говорить про скрам команды либо про комбан команды у которых есть каденции то мы начинаем конечно же с обзора метрик это встраивается нашу постоянную деятельность если вы придете к любой команде вы сможете в начале увидеть какие они себе цели ставят и как они продвинулись тем самым достигается некоторый регулярный обзор того как мы движемся и дальше влияет на бэклог спринта конкретной команде что же мы получили на выходе какие мы получили от этого плюсы во-первых самый главный плюс это индикаторы здоровья подразделений когда мы как например представители топ-менеджмента да и в целом все участники компании глядя на те значения которые поставили команды поставили подразделения может понять насколько они здоровы насколько они вообще в себе и по динамике отследить как они понимают вообще свое движение как они понимают те значения которым они стремятся и выбрали правильный путь кроме этого у нас начинает собственно происходить синхронизация движений когда цепочки поставки ценности начинают между собой стыковаться мы понимаем стратегию как не идти договариваемся между собой и движение становится все более сонаправленным и вот как раз красные индикаторы здоровья тут и выясняется что команда недостаточно сонаправлено у нас стало происходить что культура экспертности культура взгляда вот в этот хрустальный шар она стала уходить в большей степени диалог строится вокруг цифр когда если ты хочешь какую-то инициативу продвинуть ты обязан ее посчитать ты обязан оценить эффект недостаточно просто твоего весомого мнения как какого-то например руководителя либо просто человека который считает что это выстрелит приведи цифры покажи как это связано со стратегией покажи как это связано с целями конкретных команд команды имеют право например не брать задачи если они не соответствуют целям команд либо стратегической цели случае если мы меняем цель такие развороты бывали и мы бывало добавляли некоторые ключевые результаты мы очень быстро начинаем перестраиваться к этой новой цели и тем самым достигается эффект бизнес гибкости эффект что мы можем перестроить взаимодействие всех команд и не будет никаких сопротивлений не будет каких-то супер тяжелых движений мы примерно там за месяц развернем весь этот корабль идущий к светлому будущему небольшой роуднепчик как это все происходило чтобы вы понимали основные вехи до 2017 года мы занимались выстраиванием компании самостоятельно в 2017 году-18 появился в компании внешний коуч который стал помогать аджиализировать компанию появились аджайл команды с 2019 по 2020 год появился в компанию я это был уже внутренний коуч и мы стали заниматься ревью процессом ревью здоровья команд ревью здоровья подразделений в 2019 году в марте мы провели саммит разработчик так как мы все определенные то мы собрали в одной локации всех разработчиков компании и рассказали подход о киар и провели воркшоп который занял у нас два дня на котором мы как раз накидывали какие-то могут быть цели взаимодействовали между собой давали обратную связь потому как как они могут быть выстроены это был старт океаров компании в апреле месяце следом за саммитом разработчиков мы провели саммит руководителей где уже представители руководителей в том числе этих самых разработчиков между собой финале ли список у киаров который был у нас на 2019 год это был еще один воркшоп который занял у нас один день в сентябре у нас возник некоторый кризис когда поначалу все думали что все будет очень легко и просто все заранее думали знают что изменить стратегическую цель можно тем или иным образом но все оказалось не совсем так и мы пережили некоторые кризисные этапы которые приходится где-то на сентябрь к осени ситуация в целом в компании была весьма интересной некоторые даже поговаривали а может быть океар отменить может быть они не работают может быть они не для нас и предлагали даже бросить эту историю но в целом мы сохраняли свой свое стремление в использовании данного подхода и продолжали двигаться отдельным пластом работ большим пластом работ идет включенность команды топ-менеджмента вообще в процедуру работы с океарами это ревью это коучинг команд это коучинг руководителей это поиски механик и методологии тех или иных расчетов она тем или иначе способом незримо находится над всем происходящим вокруг как я у нас очень большая поддержка команды топ-менеджмента и как раз больший вклад в работу и в результаты дает не столько сам подход у киар как последствия принятых решений менеджментом на основании там очередного чекина либо гипотезы по изменению той или иной метрики первый такой звоночек был это фаза ноль когда у нас появилась стратегическая цель она была анонсирована на саммите 2018 года все были заряжены классно у компании появилась цель но как вы думаете что произошло полгода спустя что могло пойти не так собственно прогресса не было от слова совсем ну как мы зарядились заново осенью еще раз вернули всю компанию к цели обозначили стратегию рассказали какая у нас стратегия но спустя полгода не было прогресса достижения этой стратегической цели совсем сейчас будут некоторые фазы того периода когда у нас уже появился у киар в компании когда мы перешли именно на этот фреймворк после попытки чисто работать со стратегией декларировать стратегию я настоятельно рекомендую использовать это как некоторое руководство к тому как можно запускать у киары в вашей компании как можно проживать один эволюционный цикл за следующим без большой революции для людей и их восприятия собственно фаза номер раз это командные цели это то что у нас появилась сразу после саммита разработчиков и руководителей мы ушли с абсолютной уверенностью что все знают как повлиять на стратегию что нет необходимости какой-то дополнительной синхронизации нет необходимости дополнительных встреч нужно просто взять поставить и вуаля там через месяц-два мы достигнем стратегии зачем как-то долго растягивать какой-то полгода год месяц-два и все сделаем это реальные наши некоторые у киары отдельных подразделений и на этом этапе я настоятельно рекомендую позволять командам использовать у киары с помощью задач когда у вас есть возможность сказать да нет я сделал этот киар или не сделал этот киар но мы тогда совершили некоторое допущение и отказались от этого мы прошли через путь именно счетных ключевых результатов через отсутствие процентов а использование абсолютных чисел и это было достаточно резким скачком для уровня когда преобладал например некоторый экспертный подход поэтому берите и поначалу допускайте просто задачи и смотрите кто какие задачи ставят мы жили без процентов и задач у нас были суровые конкретные метрики и это был большой скачок для эволюции в командах процедура выглядела очень просто команда собиралась продуктов норов вместе они дискутировали выбирали цель которую можно поставить дальше накидывали как эту цель можно померить какие ключевые результаты будут отражать достижения этой цели вместе дискутировали соглашались определяли выбирали и потом финале их после определенного расчета было такое как бы совместное обсуждение позже мы изменили немножко этот подход чекины у нас происходили в онлайне это будет интересно для тех кто сейчас перешел в онлайн у нас существует вот такая вот табличка прекрасная где пять параллельно идущих потоков в каждом потоке есть две самые важные роли это тайм кипер который следит за временем и зарубает какие-то обсуждения которые рискуют вывалиться за тайминг и коуч коуч представляет из себя это представитель команды топов который задает вопросы на развитие конкретной команды на правильность подхода и методов достижения мыслей гипотез в общем развивающие вопросы тайминг очень жесткий по 15 минут но нам его хватает и на за эти 15 минут команды обозревают сообщают про инициативы которые видят на ближайший месяц про препятствия которые есть достижения имеющихся океаров и отвечают на какие-то вопросы происходит все точно до минуты вовремя чтобы представители компании любой команды могли прийти к любой команде и задать свой вопрос либо посмотреть как движется та или иная команда иногда чекин какой-нибудь команда набирает там по 80 человек народу например в этот период очень важно накидывать обратную связь делиться цифрами рассказывать про то как строятся те или иные отчеты знакомить с методиками расчетов программистов например в частности всех людей задействованных в процессе не скрывайте цифры мы поливали цифрами просто как дождь всю компанию рассказывали про подходы подсчетов это давало очень много выгоды люди стали понимать почему те или иные решения были приняты в компании когда не просто есть какой-то субъективности есть именно цифры в этот момент в этот же квартал у нас случился некоторый кризис у продажников когда они попробовали и запихнули все свои кипя его киар и продолжили двигаться ровно так же как они двигались до этого надеюсь что что-то поменяется им было очень непросто выдумать какие-то свои новые киары был непонятен вообще подход связка кипяев киаров им было весьма тяжело дальше расскажу как мы стали рассматривать этот момент тут мы постепенно поза подошли к второй стадии и у нас определенности стало в компании гораздо больше мы стали задаваться вопросом что стратегия просто так от отдельных инициатив не сдвинется необходимо согласованное действие необходимо взаимодействие между разными участниками для того чтобы мы сдвинули этот камень и знаменитая фраза из книжки рэя далее которую процитировал наш генеральный директор и сказал если вы будете продолжать делать все что вы делаете вы получите тот же эффект ребята надо менять подход надо искать другие варианты надо искать то что позволит сделать качественный скачок и это был щелчок в головах у людей о том что надо что-то поменять во первых мы стали обнаруживать слонов это большие проблемы в компании которые существуют уже много-много-много лет все про них знают но также знают где они находятся в нашем процессе поэтому аккуратненько вдоль стеночки научились их обходить и не замечать но самое главное что мы обнаружили что вот эти самые слоны проблемы в компании это то что мешает достижению стратегических целей то что мешает качественно изменить подход только если мы начнем распиливать этого слона и уносить его из офиса мы получим какое-то значимое изменение тут же мы стали задаваться вопросом а вот вы менеджеры чем вы управляете в чем ваш подход чем вы занимаетесь чем вы руководите вы управляете людьми разве людьми то может быть тогда вы находитесь на некоторой галере которая гребет и люди не совсем понимают куда вы гребете они могут быть не согласны с вашим маршрутом вы может тогда надсмотрщик над этими людьми а не менеджер задайтесь этим вопросом или вы управляете пожаром и тушите и бегаете от одного пожара к другому и у вас постоянно где-то что-то воспринимать воспламеняется тогда вы не менеджер тогда вы пожарник и вы занимаетесь тушением пожаром или вы все-таки управляете метриками знаете рычаги которые позволяют изменить значение той или иной метрики вот это по-настоящему менеджерский подход а какие тогда у вас есть метрики как вы их обрабатываете как вы их собираете вместе какая между ними зависимость а может быть вы озадачены рисками и понимаете какой риск для компании вы закрываете это тоже очень хорошая часть менеджерской зоны компетенции и знание своего риска и сокращение риска позволит вам еще более точно выбрать те метрики на которые вам надо бить и на которые вам надо влиять для достижения лучшего подхода вот тут мы приблизились к тому что у нас у каждого руководителя начали зарождаться и появляться дашборды индикаторов ключевые метрики его процесса который позволит увидеть а хорошо ли вообще работает тот или иной руководитель и то или иное подразделение какие то должны быть метрики ради чего создается это подразделение или создавалась как бы к чему она служит какие-то из этих метрик мы выбирали в укиары и изменение их стало качественным улучшением работы подразделения а какие-то оставались кипяями и влияли на непосредственно зарплатную часть но важно было их развязать если вы завязываете все в кипя это у вас нет рычагов влияния на процесс вы начинаете думать только про кипяи в этом плане мой совет очень большой делайте кипяи максимально приближенные например выручки подразделения либо те которые нельзя на накрутить прямым образом а все остальное вы можете заложить в океары и сделать инструментом через изменения которых вы получите больший вклад в кипяи ну и менеджер начал обладать дашбордом понимает рычаги влиянием знает риск который он минимизирует и обладает свободой для изменений своего процесса у него не завязаны руки он начинает двигаться улучшением тут же мы стали отмечать трендовые значения мы стали просчитывать а к чему приведет та или иная метрика какое значение она получит на квартал на конец квартала и во многом стало понятно а занимается подразделением тем же самым или она качественно изменила на свой подход и пробивает значение выше тренда это важный поинт в использовании океаров также наши эксперименты показали что нет необходимости пушить проекты либо какие-то инициативы внутри команд надо системно менять внутреннюю работу подразделения и тогда вы достигнете эффекта все пушинговые проекты вносят смуту в работу подразделения но не дают эффекта для бизнеса а дают как бы больший пожар для менеджмента компании избегайте такого пушинга ну и в случае если у вас в каком-то подразделении все всегда перманентно хорошо они ставят например одни и те же значения их лучше все равно как-то челленджить лучше искать варианты добиться того чтобы они начали развиваться потому что в случае изменения например стратегической цели либо состояние на рынке быстро такие подразделения не перестроиться надо искать варианты тех или иных метрик которые будут их двигать вперед например у нас была такая ситуация системными администраторами у которых всегда было 99 9 отказа устойчивости и все такое мы нашли вариант с помощью участия в соревнованиях среди администраторов по показателям надежности инфраструктуры и это было очень хорошим движением для них они стали реально биться за строчки в этих показателей это был очень интересный опыт и фаза 3 когда мы стали собирать непосредственно разные подразделения в цепочку того как они формируют ценность как они влияют на конечные результаты стратегию для компании мы стыкуем океары в подходах происходит некоторые операционные ревью собираются представители команд задают друг другу вопросы сверяют значения появляются зеркальные метрики которые берут например одни и те же подразделения с одними и теми же значениями но если они будут биться в одну команду они не достигнут их а когда несколько команд объединены одними значениями то они заинтересованы балансировать их между собой и достигать больших результатов тут мы столкнулись с кризисом золотоискателей когда например наши клиентские службы очень много генерили там багов например которые необходимо было обрабатывать либо генерировались какие-то идеи для нашего продукта но мы стали понимать что большая часть где-то 70 процентов этого потока это пустой песок который не приносит золото который не приносит нам удовлетворенности клиентов который не приносит нам качественного прироста в деньгах для того или иного продукта мы стали думать а может быть стоит выкинуть вообще этот объем и в некоторых командах мы так и поступили мы выкинули большую часть бэклога для того чтобы именно собирать вот эту золотую часть ну и стали заниматься перестроением структуры сокращать издержки от взаимодействия между команд где-то добавлять людей где-то перестраивать передачу информации но суть была в том чтобы сократить издержки сократить количество блокировок сократить ожидания выпуска между разными командами и тут роль топ-менеджмента просто колоссальная ну и фаза 4 который мы приходим на который сейчас находимся это управление рисками мы сейчас в начале этого пути поэтому достаточно подробно рассказывать не буду но основное это предугадывать что будет происходить дальше минимизировать риск и тем самым золото будет находиться еще быстрее тут вот как раз и надо было ставить у киары без процентов и задач но как бы мы это сделали практически сразу тут рекомендую этим заниматься мы изменили процесс таким образом что продукт оуныр или менеджер продукта стал приносить цель команде а команда формировать ключевые результаты диалог пошел тоже очень интересным образом кто-то остался старой схеме кто-то взял новую и это был глоток хорошего свежего воздуха стыковка с бизнесом стало еще более легче но пробуйте тут вариант такой тоже допустим в каких же случаях я бы сказал что использование компаниями у киар это не совсем то что заявлено во первых когда нет стратегической цели если вы говорите что вы запускаете все у киар но нет стратегии извините ребят у вас не у киар если вы попробовали запустить у киара в какой-то одной команде и считаете что вы запустили у киар и нет так не работает хоть у вас есть стратегическая цель и только в том случае когда вы соберете весь поток поставки ценностей и в рамках данной линии бизнеса целиком запустите у киары тогда это хороший результат тогда он дает реальный профит бизнесу во всех остальных случаях это какие-то полумеры только вот собирая так вот линиями можно достичь изменения стратегии ну и всем ли нужны метрики это наш некоторый выход мы не спустились до уровня персональных у киаров потому что координационные затраты по стыковке их между собой очень большие особенно когда люди работают в рамках одной компании они могут например в рамках личных метрик быть и думать что они очень классные но по факту находясь внутри компании они будут в красной зоне и будут двигать всю компанию не туда а желтенький вот например не определился поэтому мы не стали использовать личные метрики в том числе мы отказались от метрик линейных отделов например вот руководитель отдела тестирования поставил то своим специалистами с qa метрики океарные метрики но тем самым он потащил всех своих хоть и благим образом поставленные океары потащил всех своих сотрудников не в ту сторону и вызвал конфликт с продуктовнером и поднял координационные издержки мы отказались от метрик линейных отделов потому что все сотрудники находятся все равно в кросс-функциональных командах ставьте цели только для кросс-функциональных команд ну и инструменты с которыми мы работаем это google таблицы go to meeting хэнк и кайтон кайтон позволяет собирать нам практически любые схемы взаимодействия подразделений с помощью инструментов google а мы ведем реестр этих целей вот примерная шапка из кому интересно потом можете обратиться скину вам ссылочку на этот шаблон ну и советую используйте океары они дают крутые цели мы спустя год продвинули значимую очень стратегическую цель запланировали следующий год и это драйвер и столб вокруг которой строится большая часть деятельности в нашей компании готов ответить на ваши вопросы а мы готовы тебя спросить спасибо за развернутые очень интересно вопрос мне следующий ты рассказал о том что при формировании у киар есть как движение сверху да как и снизу и где-то вот на каком-то и квад пересечении происходит как раз вот эта генерация как раз вот я насколько вообще вот это как процесс механику может быть описать вообще насколько реально от уровня команд условно до поднять какие-то вещи и скорректировать общий там общий вектор движения компании направления стратегически стратегически маловероятно что повлияют как это выглядит у нас у нас например приходит генеральный директор обозначает нам стратегическую цель на ближайший год дальше команда топ менеджмента собирается и предлагает ключевые результаты по которым сможет понять достигла достигнута эта цель или нет потом наступает некоторый диалог когда между собой мы это все стыкуем и у нас потом появляется океар стратегически он публикуется на всю компанию абсолютно на всю и ребята менеджеры начинают формировать цели для своих подразделений и потом наступает у них такой же диалог с участниками своих команд иногда бывает это много диалогов потому что у нас команды в некоторых подразделениях могут быть 40 человек 50 человек то есть очень большие там сессионно это все идет и дальше они между диалогом вот так вот формирует некоторое видение своей команды своего подразделения потом они встречаются в рамках линии бизнеса между собой представители и обсуждают это все вот это вот некоторая операционная встреча у нас происходит и приносит это все как предложение после этого представители топ менеджмента могут отревьюить их могут дать свои рекомендации какие-то могут вступить в диалог по поводу спорных моментов либо сам представитель команды может инициировать это обсуждение ну и дальше бывали иногда случаи когда представитель команды отстаивал позицию и там комментарии топ менеджмента они очень быстро отваливались и команда занималась тем что она сама для себя определила это было правильным решением вот мне нравится вот эта логика когда у нас идет не в чистое в виде каскадирование такое сквозное что вот мы вам сказали как а вы уже там изыщите в реакции как как мы это как вы это достигнете в принципе вам на откуп пожалуйста свобода у вас есть но принципе мы вам немножечко все-таки какой-то формирует такой обозначили границы хотелось бы даже верить что происходят такие моменты когда у нас нам удается даже что-то как-то повлиять скорректировать этот вектор потому что могут рождаться в поисках достижения у киар которые могут рождаться какие-то новые идеи решения это здорово есть и и приходят представители команды говорят ребят у меня там 10 направлений которые от меня хотят мне надо и взвешивать и выбирать какой из них взять вот вы как менеджмент от меня хотите вот этого сорян ребята это делать не буду потому что мне надо закрыть вот эти два потому что большая часть бизнеса зависит от этих двух конкретно уважаемый менеджмент подождите пожалуйста до следующего квартала сейчас я буду заниматься вот этим сорян и все принимается все честно это открытый диалог и покиар очень сильно толкает к таким диалогом чтобы они происходили и представитель команды и голос команды он услышан был ты сейчас косвенно напомнил ситуацию когда вот какие-то условные кипя еще парадемики кипя ставится на сквозные какие-то истории ставится а я работаю в каком-то из подразделений никаким образом не могу это повлиять и мне я вынужден это делать хоть вообще не имею никакого влияния оказывать вот про это я говорил чтобы такие кипя их надо отвязывать когда у вас сотрудники с одной стороны должны чего-то качественно достигать но при этом у них руки связаны кипя им и они парят голову получат ли они зарплату или не получат зарплату что является кстати неправильным использованием трактованием кипяев как непосредственно зарплатной составляющей то они не будут рисковать совсем не будут рисковать они поставят все в рамках фарватера и не будут ни шаг влево вправо делать отвязывайте их и ставьте им такие значения которые в прямую нельзя сделать поставьте выручку и и нельзя сделать просто вот по щелчку но за счет увеличения среднего чека либо количество пользователей легко потом это можно достичь и они это выстроят так как дашборд команды он редко претерпевает изменения по набору метрик которые они отслеживают и тем самым выбрав в одном квартале один набор метрик они качественно улучшают процесс следующем могут выбрать другой и начинается постепенно и постепенно и постепенно и улучшение вообще работы подразделения его оздоровление ты еще упомянул такой момент когда бизнес приходит и говорит давайте сделаем вот эту штуку мы ему в ответ говорим а ты давай покажи нам цифры соответствующие папа по практике по опыту очень сложно заставить бизнес вот этот упражнение сделать да то есть вот это сел присел отжался то есть в этом смысле как как вы застал этот момент и расскажи давайте поделись как прошли этот момент сопротивления да это правда это связано во многом с культурой и у нас были прям эксперименты несколько из них которые мы делали и такие громкие случаи один из громких случаев когда там приходит достаточно там высокопоставленный руководитель в одной из команд грида чего вы там ставите ставьте сеть что хватит я там через месяц к вам приду и поставлю собственно свою задачу и сорян ребята вы никуда от нее не денетесь будете делать то что мне надо мы тогда как бы поймали эту ситуацию сказали многоуважаемый сорян вот если вы сейчас не договоритесь тем более ты знаешь наперед это все если вы не просчитаете это не поймете что это действительно важно ты не сможешь прийти а команды получают официальное право отказать тебе взять твою инициативу потому что у них свои цели на квартал и менять их нельзя и нельзя будет обозначать того что это как бы важно это у тебя ситуация такая ты про нее сейчас знаешь поэтому просчитывая и у нас за месяц до постановки обычно все цифры начинают всплывать такие ситуации начинают быть и компания выходит в какой-то ритм когда ты уже знаешь что тебе моменту постановки лучше все это просчитать иначе ты будешь не услышан иначе не возьму твои значения и ты в этом заинтересован и культура вот так вот начинает потихоньку видоизменяться люди начинают привыкать к такой ритмики и понимать да в этом квартале уже не успел окей приду в следующий но я там-то уже обосную и расскажу эти все вещи и получу на свою сторону больше сторонников у нас осталась буквально минутка завершения так один из простых вопросов выберу чтобы немного не сильно много времени занял ответ на надеюсь вопрос новичка что посоветуйте новичкам в этой теме руки а с чего начать на это какие-то такие там пусть и просит наши киар начинается там во многом книжки филиппа кастро про то у киар для начинающих как говорится вообще я рекомендую если говорить про запуск именно в компаниях привлечь уже более опытных людей не заниматься постановкой у киар самостоятельно это очень болезненный процесс придите кому-то у кого это уже есть придите посоветуйтесь позадавайте вопросов вот я например очень открыт к этому процессу готов рассказывать как у нас показывать примеры уже много на эту тему выступая используйте опыту уже прошедших не проходите по всем тем же граблям вот пройдите все фазы которые я обозначал они не просто так если вы думаете что вы сразу прыгните там на третью фазу ребят будет очень большое сопротивление у людей в головах не надо этого делать начните по чуть-чуть выберите например там линию бизнеса начните попробуйте запустить с нее в формульте стратегическую цель очень большой большая работа начнется с менеджментом с топ-менеджментом договоритесь с ними без поддержки топ-менеджмента структурные изменения и изменения связанные с культурой в компании просто не будут приниматься поэтому вовлеките их в эту процедуру спасибо спасибо большое спасибо огромное за выступление вот мы тогда тебя провожаем опять-таки напоминаю можете пообщаться с артуром в нашем чате из комьюнити задать вопросы по горячим следам артур всегда открыт насколько я его знаю всегда готов поделиться опытом экспертизой все большое спасибо тебе удачи